Я считаю, любое многообразие должно быть в рамках культуры, а не то, что я однажды наблюдал в Швеции. Во время открытого заседания мне, извините за подробности, приспичило провести индивидуальное закрытое заседание. Я у них дипломатично поинтересовался, где я могу здесь хвост приподнять. Они меня не сразу поняли, пришлось объяснять иначе. Говорю, ну где я тут могу, так сказать, колечко Краковской припрятать? Ну, отложить Серожина пирожина? Ну, навестить Тимура Кизякова, где я могу? Где у вас тут оркестровая яма? Хочу продуть свой тромбон. Они на меня смотрят вот такими глазами, хотя с такими глазами я уже давно должен сидеть и чурчхелу выдавливать, выражаясь языком дипломатии. Я говорю, ну где у вас тут можно высадить шоколадный десант? В общем, через полчаса переговоров мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски. Первое, что я увидел, зайдя в этот гендерно-нейтральный туалет, это три кабинки, две из которых были заняты. Я сразу понял, что в обеих кабинках были дамы. Как я это понял? Да очень просто. Наклонился и заглянул под дверь. В общем, зашел я в свободную кабинку, снял, извините за подробности, штаны, потом подштаники, затем колготы, шорты и трусы. Сижу, значит, настраиваюсь. Хочу, так сказать, выпустить на волю русский дух, чтобы Русью пахло. Да так, чтобы громко, ну, то есть по-людски. А сам-то понимаю, что в соседних кабинках дамы. И мое воспитание не позволяет мне нормально так, по-взрослому, извините меня за подробности, обозначить свое присутствие. А кому-то в соседней кабинке позволяет. Возникает вопрос, почему я, как джентльмен, должен максимально сдерживаться и при этом слушать дамское журчание и неприкрытое перепукивание. Еще и в разных тональностях. Не по-людски это, я считаю. Вот у нас в России все для людей. И европейцы, на мой взгляд, должны брать пример с наших туалетов. У нас вон по всей стране на каждой остановке вдоль дороги стоит понятный современный деревянный туалет. Я что-то не встречал, чтобы в такой инновационной уборной было три кабинки. Все просто и понятно. Одна яма, одна дырка, одна попа. И никто тебя не смущает, кроме запаха. Но зато сделан этот туалет с любовью, о чем свидетельствует вырезанное на двери сердечко. Это вам и свежий воздух, и сразу можно заглянуть, есть там кто-то или нет. По-людски? По-людски. И даже там, где у нас не предусмотрены туалеты, все равно соблюдаются правила. Вон, недавно, например, мы своей делегацией ехали на автобусе в Череповец. Остановились посреди поля. Я предварительно спросил, это поле для дам или для джентльменов? Мне сказали, для кукурузы. Я говорю, значит, для джентльменов. Достал свою кукурузину, извините меня за подробности. И хоть я и не столевар, но отлил знатно. И никто меня не смущал. Потому что дамы в этот момент ходили в посадку. Ведь на то она и посадка, чтобы туда ходить по-маленькому. И никакой вам гендерной нейтральности. У нас, вон, даже у Владимира Владимировича свой отдельный чемодан. И мне как-то сложно представить, чтобы на тот чемодан, например, Валя Матвиенко мастилась. Точнее, представить-то я могу, но заснуть после этого, как правило, уже не могу. Ну что ж, спасибо всем за внимание. И это, выражаясь дипломатическим языком, где у вас тут можно коня отвязать? Извините за тавтологию. Просто, ну, не терпится уже. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.